Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко, городской округ Люберца. Мы продолжаем с вами. И сейчас много всяких проблемных программ, связанных с выходом из той ситуации, в которой мы все с вами оказались. Дай бог, чтобы это побыстрее все произошло, но при этом, чтобы количество выздоравливающих увеличивалось, а количество заболевающих вообще перестало существовать. Но, как говорится, к сожалению, пока не нам это решать. Но в любом случае ситуация меняется, и мы возвращаемся к той нормальной жизни. А нормальная жизнь – это семья, это дети, это воспитание детей, причем воспитание в самых разных направлениях. И поэтому сегодня у нас в гостях детская хореографическая школа сразу же в лице, ну, скажем так, хранительницы, руководительницы, да, можно так сказать, Татьяны Ивановны Тропиной. И сразу несколько у нас участников будут представлены в первом тайме, скажем так, или в первой сцене, если говорить театральным языком. У нас будет представлен Давид Ардасенов. И мы рады вас приветствовать. Обратите сразу же внимание, не так часто к нам приходят гости с таким огромным количеством призов и всевозможных красивых, замечательных альбомов. Обо всем этом поговорим. Но прежде всего, Татьяна Ивановна, понятное дело, что когда плачут салоны красоты, парикмахерские, что вот удаленка, мы без работы, нельзя прикасаться, не дай бог, и так далее. А как же танцевать-то по удаленке? Как вы все это время существовали? И насколько тяжело артисту, а даже если он школьник и входит в хореографическую школу, значит, это часть его жизни. Это, кстати, и артистизм, и, наверное, какая-то физическая составляющая. Как это все происходило? Вы что-то для себя новое открыли в этом мире удаленки? Ну, что сказать. Открыто открыли, понятно, что трудно. Самое главное, что это очень трудно. Это страшно большое напряжение эмоциональное, физическое. Но для взрослого человека еще куда не шло. Когда ты там сам понимаешь, что тебе это необходимо, что тебе надо держать мышцы свои в тонусе, что тебе надо ориентироваться в пространстве. Очень тяжело и практически нереально. Это как на фронте. Я вам честно скажу, мы отстояли переднюю линию фронта. И вот это очень важно, потому что можно было отказаться, закрыться и заниматься своими делами. Я просто видел это по театральным, скажем, всяким вузам и так далее, где частично хореография тоже представлена. Или там сценические движения, там сценические буйки. Там много всяких тоже похожих существует предметов. Вот. И это действительно... А если мы представим себе любой театр оперы и балета, извините, а распеваться-то в доме девятиэтажки-то тоже всех на уши можно поднять. Я видел просто и знаю, как распеваются оперные певцы. Поэтому в любом случае, по крайней мере, вы не сдавались все это время. И вот мы поговорим сейчас о том, как это все происходило, кому пришла идея в голову создать такую вот школу. Поговорим о ее настоящем. Теперь уже сюда вошла история всевозможных видеоконференций. Это, думаю, в отдельном войдет таким блоком. И, конечно же, поговорим о будущем. Потому что, судя по тому, что и в Москве, и в Московской области, и в некоторых других регионах потихонечку идут изменения, скажем так, в лучшую сторону. И есть надежда на то, что все-таки новый учебный год начнется традиционно. И будете только показывать выпускникам. А ты помнишь, как мы там на видеоконференции мучились? Дай бог. Но, с другой стороны, тоже есть всему объяснение. И, по крайней мере, многие ребята оставались, что называется, при делах. Правильно, Давид? Да, конечно. Вот расскажите, я тоже хочу понять. Вы человек молодой, который вообще-то все-таки полностью уже электронный. Насчет не пугают, да, электронными типами. Но мы-то в это не верим. Но электронные с точки зрения, что можно довести свой организм до такого состояния, до той гибкости мышц, до понимания всего, не только в хореографии, но и в жизни. Вот скажите, пристроились к этому способу? Дома приходилось плясать самому, чтобы, как говорится, руки и ноги помнили? Да, и даже самостоятельно, без зума, всегда занимаемся, растягиваем мышцы, чтобы они держали себя в форме. Потому что если придешь к настоящим занятиям, будут потом очень большие проблемы, могут даже какие-то травмы происходить за счет этого. А вот такая вот история, правда, что если человек никогда ничем не занимался, то, в принципе, у него мышцы так и живут до конца его дней. Я не знаю, хорошо это или плохо. Но как только человек начинает заниматься активно силовой подготовкой, физической культурой, в данном случае хореографией, вам же ж нельзя останавливаться. Вам все время нужно быть в тонусе. Вы готовы так до конца, к столетию своему? Вы готовы в хорошей форме подойти? Да, конечно. Мне кажется, что спорт – это очень важная вещь в жизни. А вот, понимаете, опять же, приход в школу, я тут плавно к истории перехожу. Начнем, опять же, с вас. Дэвид, ну, футбол, понятно, на крайний случай, там, волейбол, да, или еще что-то там можно сейчас придумать. Но вот пойти в хореографическую школу, это ж, наверное, сомнения были или за вас все принимали решение? Ну, сказали родители, все, идешь, будешь танцевать. Мама захотела. Конечно, у меня небольшие проблемы с плоскостопием были, и предполагалось то, что как раз вот танцы разовьют во мне нормальную способность ходить. И плюс я тогда был еще совсем маленьким, я еще тогда не понимал, что будет, но со временем мне очень понравилось, я собираюсь как бы дальше ходить, продолжать. То есть просто уже вне обучения. Хорошо. Приятно, когда люди даже, видите, интервью дают легко, непринужденно, это замечательно. Он как рыба в воде. Татьяна Анна, вот история школы, кому пришла в голову, и почему именно хореографическая? Как пробиться-то? Театральная, понятно, даже музыкальная школа, да? И вдруг хореографическая? Ну, хореографическая школа вообще единственная у нас в Московской области была в свое время. Вот в 93-м году мы сделали хореографическую школу на базе нашего хореографического коллектива ансамбля «Карусель». В этом году мы 40 лет праздновали в 19-м нашему ансамблю, и начинала я с трех человек. Я приехала, ко мне пришли три человека. Ну, постепенно развивалась, так сказать, потому что работа день и ночь. Если хочешь что-то сделать, то работаешь без сна, без отдыха и тому подобное. Вот, и когда стало 290 человек, в общем-то, пришла идея сделать школу. И так родилось. У нас есть в школе и классический танец, причем он воспитывался с маленького. По одному предмету, по одному уроку, по два урока. Сейчас у нас три раза в неделю классический танец. Это классика, постановка классики, также народный танец. Это тоже два раза в неделю народный танец, постановка на народной основе. Русский танец, которого вообще практически в институтах нет. Он существует, двух-трех институтов. И Московский институт культуры. Как-то непарадоксально, да? То есть в основном все в народное, все вместе. А русский вы выделили. Да, Россию не выделяют. Каждый народ свою культуру несет, хранит. А мы почему-то не умеем этого делать. Ну вот я решила, что русский танец обязательно должен войти. Ну а так как дети растут, дети в современных условиях воспитываются, поэтому должен быть обязательно, конечно, и современный танец. У нас есть степ, который практически вообще нигде не существует. Вот у нас Давид, в общем, солист во всех направлениях. Да, это скажите, а не тяжело вот это после обычной школы переходить во вторую школу, где тебя грузят еще картинами, и плюс танцевать надо, и может быть не всегда, наверняка есть какие-то танцы, которые вам не очень нравятся, а есть которые нравятся. Не тяжело? Ну на самом деле вот не зря говорят то, что любой отдых – это смена деятельности. И поэтому, когда ты нагружаешь в себя сначала мозг, а потом уже отдыхаешь как бы телом, этого не ощущается. И тем более, что у меня множество друзей в школе, у них всех общие интересы вместе со мной, и получается, общение с ними как раз и расслабляет меня. И мне вообще не тяжело ходить. А много у вас друзей в классе-то, как сказать? Ну у нас весь класс дружный. Сколько человек у вас? Ну где-то в районе 25. О, ну. Вот из что-то здесь присутствующих, есть какое-то ваше участие в этих наградах? Ну, наверное, во всех. Мало того, что школа, мало того, что дополнительное знание от друзья, то это еще и борьба, это еще и соревнования по-настоящему. Да, это серьезная борьба. Хорошо, последний вопрос еще Давиду, а потом мы продолжим, потому что. Скажите, пожалуйста, все-таки какой танец вам, какими теперь владеете? Знаете, как раньше, знаю английский, французский язык, немецкий еще, да-да-да-да-да-да-да. А вы какие танцевальные па знаете? Ну, я как бы знаю все, вообще почти в любой сфере танца. Так. Школа дает очень много знаний. Но есть какие-то предпочтения? Вот если бы вам сказали завтра, будем платить вам сумасшедшие деньги, Давид, нам нужно, чтобы вы танцевали. Чтобы вы танцевали? Ну, я все-таки танцую мужской танец. Это хорошо? Да, именно поэтому мне больше всего нравится исполнять именно трюки, показывать себя именно вот в этой стезе. Ну, и, наверное, смотрите всякие телевизионные танцевальные проекты. Конечно, да. Есть там кого побить? Победить? Конечно, есть и достойные соперники, но надо, конечно, понимать, что у вас сильная школа очень. Ну, то есть мы будем ждать вашего участия в каких-то таких проектах, когда уже, чтобы все-таки Татьяна Ивановна порадовалась еще и тому, что вы на весь, так сказать, мир пропагандируете. Потому что я о чем имею в виду здесь, что я хочу сказать. Фантастические есть танцы просто, когда невозможно... Ну, понятно, что есть классика. Да, красиво, да, хорошо. И там уже, наверное, специалист видит, где что как. Но иногда бывает такое ассоциативное мышление у человека. Так он прочитывает этот танец, эти движения, что ты просто не можешь оторвать глаз от этого. Вот в этом, наверное, прелесть танца. Вот это, понимаете, язык жестов. Поэтому, Давид, мы вам желаем всего самого хорошего. С Татьяной Ивановной я не прощаюсь, а через некоторое время мы продолжим разговор от детской хореографической школы в школе городского округа Люберца и поговорим о том, как будет проходить прием в этом довольно-таки сложном году. Это программа «Открытый диалог». Напомню, что сегодня мы говорим о приятном времени, а именно о времени под названием 1 сентября, прием в школу. Но школы бывают разные. И сегодня здесь у нас представители детской хореографической школы в лице ее руководителя Татьяны Анны Тропиной. А также у нас поменялся второй состав, скажем так. Это уже выпускница школы Елена Гешель. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте. И сразу же так поменялись тогда вам первый вопрос. Скажите, пожалуйста, вы помните вообще первый свой день в хореографической школе? Страшно было? Ну, первый день, наверное, я не совсем помню. Я помню, как попала я в школу волей случая. Тогда же не было ни интернета, ничего. И мы приехали с моей мамой гулять в Люберецкий парк. Начался дождь. И мы просто, чтобы спрятаться от дождя, зашли во дворец культуры. Увидели объявление о наборе. Но я очень хорошо помню, наверное, первый год обучения, первую учительницу. Как мы расстроились, когда во втором классе у нас поменялся педагог. Очень привязывались и к педагогам, и к одноклассникам своим. Но воспоминания исключительно светлые, тёплые. Вы уже выпускница. То есть, да, вы уже человек, прошедший эту школу. Мы сейчас будем говорить о новом наборе, с Татьяной Амином. Вот как вы считаете, что самое главное даёт эта школа? Вот сейчас нас смотрят, например, родители и дети. Часто родители принимают в таком возрасте решение за детей. Это понятно. Но вот если бы вы обратились и к детям, и к родителям, что вот хорошего с вашей точки зрения в этой конкретной школе? Ну, именно в этой школе, на мой взгляд, очень много плюсов. Во-первых, это организованность. Когда ты знаешь, что у тебя там из четырёх до восьми уроки, например, сегодня. и тебе нужно сделать ещё домашнее задание школьное, домашнее задание хореографической школы, обычной школы. И ты знаешь, что у тебя на это есть определённое количество времени. Это организация, самоорганизация. То есть, как машина работает. Раз, 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 раз. Чётко, чётко. И дети очень самостоятельны у нас с ранних лет. Потом это искренность какая-то, душевность, помочь друг другу. Иногда в обычных школах этому не учат. Я не скажу, что там плохо, но бывают разные. Вы же знаете, что во взрослом балете говорят, там стёкла подбрасывают в эти самые фпуанты. У вас такое есть, нет? У нас нет такого. У нас тоже искренний дружный коллектив, ансамбль «Берёзка». Но в хореографической школе это всегда взаимовыручка. Если у нас ребёнок видит, что у его товарища что-то не получается, он не знает, он пропустил. Все готовы друг другу помочь. Ну вот вы сами сказали, хореографическая «Берёзка», как правильно называется, полностью. Государственный академический хореографический ансамбль «Берёзка». Да, да, да. Надежда Сергеевна Надежда. Вот всё начиналось, да? Я обращаюсь к Татьяне Ивановне. Всё начиналось с хореографической школы. Расскажите о девочке теперь. Вам слово. Девочка, я сейчас помню, как её привели. Она всё время плакала, между прочим, очень часто плакала. Дедушка ходил, разборки нам устраивал. Почему мы, девочку, обижаете? А потом, вот, пожалуйста, росла, росла и выросла. Такая красавица. Во-первых, она у нас в районе очень котируется, как её ждут, и Владимир Петрович Ружицкий всё время ждёт. А где наша Снегурочка? Она у нас первая Снегурочка в Леберетском районе. Где, говорит, воспитывалась? Вот Татьяна Ивановна Тропина воспитывалась. Вот, и потом, как она попала в «Берёзку», тоже из фестиваля, был фестиваль, и сидела руководитель «Берёзки» в жюри. А наша руководитель ансамбля «Россия», это зауч хореографической школы, Лену в клопрах взяла и представила. А возьмите нашу девочку к себе. Она посмотрела на неё и говорит, ну, приводите. И она тут же её взяла. Так она... Так что у вас «Берёзки» теперь свои люди. Да, так что вот и ещё, так сказать, ждут от нас. А ещё там есть такие красивые девочки, такие, так сказать... Мы к «Берёзке» ещё вернёмся, я думаю, к финале поговорим, потому что, да, от школы вот куда можно развивать этот профессионализм. Это очень важно. Татьяна Ивановна, новый набор. Пока непонятно, будет ли он очный. Ну, судя по всему, говорят, что всё-таки будет очный такой. Мы столько выучили новых словосочетаний онлайн, оффлайн, очно-заочно и так далее и тому подобное. Вот. И вы как готовитесь к этому сезону? Вот сейчас насмотрят родители. Что нужно сделать для того, что если они хотят познакомиться с вашей школой, и если где-то, может быть, сайт, как познакомиться, и как, если им захочется оформляться в вашу школу? Сейчас же вроде как не придёшь к вам никуда. Поэтому как это будет происходить? Ну, в первую очередь, всё равно надо зарегистрироваться на сайте госуслуг. Это уже в прошлом году так было. И самое главное, что мы им говорим, то должны иметь справку от врача, что ребёнку можно танцевать. Не хореографией заниматься, потому что хора и хореография для врачей абсолютно одинаковы. Вот. И танцевать, что было написано. Поэтому вот так. Вот это премьерсис. Маленький момент. А что, можно выяснить на самом раннем этапе, что ребёнку нельзя танцевать? Это связано с мышцами, с костями? Это связано... Во-первых, травмы есть. Вот я, например, сколько, 40 лет работаю здесь. Я знаю, что у меня одна мама шесть лет подряд ребёнка водила на просмотр. Мы его не брали, потому что у него были несколько травм. несовместимые, да? И у него просто рука, нога там были неправильно сросшиеся. То есть это опасно для здоровья ребенка? Да, да. А потом сердце. Это же нагрузки. Это очень большая физическая нагрузка. Это не шутка. Это надо... И так справка. Это медицинская составляющая. Да, медицинская справка. Ну, а всё остальное, конечно, заполняется и в школе. Прежде всего, уже после того, как зарегистрированы, мы обязательно должны посмотреть этого ребенка. Но уже, не знаю, уж сейчас придумываем. Вот Елена Денисовна, мы вместе думаем, что ролик мы сделали такой небольшой, когда, значит, если вдруг нам целое лето всё-таки не разрешат живую просматривать детей, то мы будем отправлять этим родителям нашим телефоном. мы забираем, значит, почту желательно и подаём ролик. И чтобы родитель показал нам ребёнка в трусиках, спинку показал, ножки чётко сесть, наклониться, ручки открыть. Такой кастинг, да? Да, да, да. И под музыку похлопать, хотя это очень сложно, очень сложно. Хотя, времени совсем немного. Итак, рассматриваются два варианта. Первый вариант – это очный приём. Сейчас родители уже могут подавать документы куда-то? Да, да. В онлайне, да? Подают, да. Подают документы. У вас сайт есть? Есть сайт. Значит, зайти на сайт детской хореографической школы городского круга Люберцы, ознакомиться, там всё написано, что нужно сделать для того, чтобы подать. Дальше. Все ограничения сходить, значит, к врачу. Сейчас вроде бы должна тоже это, я имею в виду, поликлиники немножечко попускает эта обстановка, да, и можно будет сходить спокойно ребёнка обследовать, это вещь серьёзная, потому что действительно есть, кстати, такие мамы, это уже о большом спорте обычно говорят, когда мама вдруг хочет из своего сына или дочки сделать великую теннисистку и гробит ребёнка до 15 лет уже разбитый человек. Поэтому всё очень важно и осторожно нужно сделать. Почему именно в школу? Где вы располагаетесь? Я так понимаю, у вас нет своего помещения? Ждём уже много лет. Обещают, да, и открытие, когда фундамент закладывали, Владимир Петрович присутствовал, первый камень туда клали вместе с министерством, и до сих пор обещают, вывез, и сдаёмся, мы ждём. То есть ждём, когда откроется здание хореографии, детской и хореографической школы, я так понимаю, ещё расскажите, она своего рода единственная? Она была единственная, первая была, первая остаётся, в Московской области, но с таким набором у нас 16 преподаваемых предметов. Вот я начала вам перечислять, так ещё и теоретический цикл не весь перечислил. А ну, мы перечислили. У нас теоретический цикл – это беседы о хореографии, истории изобразительного искусства, театральное искусство, ну, как оно такое, значит, режиссура, мастерство актёра, там и грим, и всё это мы проходим. Слушание музыки, народное пение, всё это. Слушание музыки? Да. Это и дети при выпуске, ну, я не знаю, вот я всегда зову нашу административу, ну, побывайте хоть вот. Вот эти все предметы, классические, народные, байлины, историко-бытовой, эстрадный степ, эстрадный джаз. Вот эти все устные предметы дети в конце 10 класса сдают. От зубов, от скольки. Вы представляете? Я кажется, что теперь, если вы увидите где-нибудь в Московской области или в Москве, чтобы далеко не ездить, например, в музее, что ребёнок, совсем ещё ребёнок, что-то вам начнёт рассказывать о картине, значит, это ваш выпускник. Точно, да. Скажите, но вот берёзка, это же уже профессиональные вещи. Это вот как певец, который где-то пел в хоре в школе, и вдруг он выходит на большую сцену. Вот у вас есть ощущение, что без школы этого бы не произошло? Безусловно, если бы более случая я не оказалась в хореографической школе, я бы не оказалась в ансамбле «Берёзка», потому что даже на просмотр я попала, когда мы приехали с ансамблем выпускников на фестиваль. То есть были мысли пойти в институт культуры, учиться профессиональной хореографии, но... Ну, во-первых, ещё никогда не поздно. Никогда не поздно, да. Сколько, кстати, танцор живёт? Танцор? Смотря как танцевать. Да. Ну, Барышников-то танцевал, слава тебе, Господи. Ну, это уже от 1000... То есть при хорошем теле, да, при хорошем, да. При разумном параметре. А Плесецкая сколько танцевала? Да, я видел Плесецкую. Видел, да. 76 лет женщина танцевала в пачке. Это фантастика. Самое последнее, что я хочу сказать, мы уже должны завершить нашу программу, что приятно, во-первых, Татьяна, что школа существует. Это видно по тем любовным альбомам, которые, я так понимаю, родители, да, помогают выпускать. Лен, мы надеемся, что вы потянете потом в Березку еще кого-то, там потихонечку займете какое-нибудь угловенствующее положение. Вот. Снегурочка, главная Снегурочка, она просто обязана там все захватить, правильно? Вот. Ну и в-третьих, обращаясь к родителям, что очень часто многие относятся к хореографии, ну, делят мальчики, девочки и так далее. Мне кажется, что к этому нужно относиться, понимая своего ребенка, потому что сейчас время, то самое время, когда от детей жизнь будет требовать больше всяких вопросов, больше знаний. Одним интернетом с их не будешь. А это понимание искусства, культуры, какого-то такого внешнего мира очень важно. Поэтому желаем вам удачи. Это была Татьяна Ивановна Тропина, детская хореографическая школа, руководитель детской хореографической школы городского круга Люберцы, которая ждет, когда здание появится, я так понимаю, и надеется на новый набор в этом году. И Елена Гешель, это выпускница школы и теперь солистка государственного, народного, академического хореографического ансамбля «Березка». С вами был Николай Пеменко, программа «Открытый диалог». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин